В конце марта отмечается День Домры. В Колледже культуры решили организовать концерт. Гвоздём программы станет этот народный музыкальный инструмент. Репетицию полным составом провели на сцене Дома культуры «Юность». Сыграть партию синхронно не так-то просто. В оркестре задействованы струнные ударные инструменты и даже баян. Командует парадом преподаватель Колледжа культуры Светлана Каневская. Именно она предложила устроить концерт. Светлана замечает, что сейчас молодёжь не интересуется Домрой, а зря. У нас очень разнообразные произведения. Будут и для Домры соло с оркестром, и вокалисты у нас будут солировать, и инструментал. Просто отдельный инструментал оркестр. Основной состав оркестра – преподаватели Колледжа. Однако на приглашение поучаствовать откликнулся и актёр драматического театра Сергей Денишкин. О том, как выглядит и звучит Домра, он и сам узнал сравнительно недавно. На сцене артист будет петь песни и читать стихотворения. Я не думаю, согласился. Никаких мыслей не было. Во-первых, это интересный опыт. Вообще, я первый раз в жизни участвую вместе с живым оркестром. Обычно, как сейчас делается, записывается музыка отдельно, потом уже накладывается голос в процессе концерта с микрофоном. А здесь получается сразу и голос, и оркестр. То есть, живые люди сидят, играют на живых инструментах. Это здорово. Домра – старшая сестра балалайки. Первые упоминания обнаружены в источниках 16 века. Однако, уже в 17-м церковь подвергла этот инструмент скоморохов и шутов гонения. Приговор для каждой Домры тогда был один – сжечь. Позже, вместо круглой формы корпуса, хитрецы-умельцы сделали треугольную. Так появилась балалайка. А культура Домры возродилась только спустя несколько веков. Все секреты концерта организаторы раскрывать не стали. Самое интересное показывать не разрешили. Любителей живой музыки и тех, кто хотел бы приобщиться к русской народной культуре, пригласили на концерт, который пройдет 29 марта в Доме культуры «Юность». Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс.